Всем привет из Харькова! Я Тала Хуфрянская. Сегодня я расскажу подробности о написании этой маленькой картинки по фотографии. Картина написана на ДВП размером 25х35 см. Набор красок очень маленький. Именно для данного пейзажа хватило вот таких вот цветов. А потом уже оттенки я смешивала эти цвета между собой и получала то, что мне нужно. Использовала, ну это вот вы видите название красок. Вот, но можно в принципе эти цвета заменять другими цветами, похожими по оттенкам. Использовала вот такие кисточки синтетику. Маленькие, плоская и синтетика круглая, длинненькая, вот такая, для прописки мелких деталей. Использовалась для разбавления красок тройником. Сюда входит льняное масло. Вот в бутылочках все у меня это стоит. Разбавитель номер 4 и лак ретушный. Лучше всего писать на тройнике. Если вам нужно писать какую-то картину, допустим, чтобы быстро высыхали краски, то можно писать на чистом разбавителе. А если на чистом масле пишут и так картины, то, во-первых, картина будет долго сохнуть. И со временем картина, написанная на чистом масле, может дать желтизну. Ну вот такая получилась у меня картинка. Это израильский пейзаж, как я сказала. Ландшафт возле Мертвого моря, недалеко от Эйнгейди. Там одни горы, пески, соль. Видите, вот дорога здесь не асфальтированная, которая ведет прямо к берегу моря. За этими кустами находится пляж. Там зонтики, кабинки для раздевалки. Люди лежат с животами кверху, так как в Мертвом море не утонешь. Соленая вода выталкивает вас все равно на поверхность воды. Но это такое небольшое отступление, просто рассказываю. Ну и вот картина у меня еще блестит. Она не высохла, стоит, сохнет. И без рамочки. Рамочку я сделаю своими руками из оставшихся плинтусов, которые я использовала для рамки картины на стене. Вот если кто-то видел предыдущее видео, то там я использовала. Сейчас я покажу вам просто на фотографии, как я эту картину на стене и обрамленная вот этими вот самодельной рамочкой, сделанной из настенных плинтусов. Всем большое спасибо за просмотр видео и за подписку на мой канал. До следующей встречи!